Если у вас ручки не из того места растут, возможно, у вас не было мастера, который научил делать как надо. Мастера ни слова, но дело работают здесь, в учебном центре КМЗ. Да, здесь нет учебных кабинетов с партами, здесь самое настоящее производство. Центр открылся два года назад, и говорят, что всего за полгода можно стать настоящим специалистом с нуля. Ну, как-то не верится. Будем наблюдать за процессом здесь, на нашем канале, так что подписывайтесь. Это МашНьюс, первый промышленный. Учебный центр осуществляет деятельность по четырем форматам обучения. Первый из которых – это краткосрочное обучение, повышение квалификации, профессиональная переподготовка, а также присвоение рабочих профессий. Если говорить более подробно об этих форматах, то по рабочим профессиям у нас наиболее востребованными являются различные слесари, токари, сварщики, электросудовые направления, монтажники судовых конструкций. В среднем образовательный процесс по присвоению рабочей профессии занимает около 300 часов. Кроме того, в рамках обучения мы в учебном центре делаем особый акцент на профессиональную подготовку, а именно на практическую подготовку. Сегодня нам удалось немного познакомиться с учениками. Мы сейчас окажемся в сварочном цехе и узнаем, как у них настроение в первые дни обучения. Меня зовут Александр, мне 17 лет, я учусь соцстроителем колледжа. Здесь прохожу практику в Кигесепском машиностроительном заводе. По профессии слесарь-монтажник, трубогибщик судовой. Я люблю работать руками, работать с инструментами, со всякими материалами, и мне это очень сильно нравится. Пока что мы только начали, потихонечку осваиваем. Недавно работали с болгаркой, отпиливали трубы. Научиться работать, и потом уже в дальнейшем начинать налаживать уже, так скажем, взрослую жизнь. Коллектив, как я посмотрел, здесь общительный, помогают, не ругают. Поэтому все мне очень нравится. Ну, зарплата зависит вообще от того места, где я буду работать. Здесь именно, если слесарь, я не помню, что лет до 80 тысяч идет. Вот, а где-то и больше на северных, там, платят. Да и до 100 тысяч может, там, сумма доходить, так же все и зависит от разряда. Ну, так как сейчас слесарь, объяснили, как отмерять правильно, как все отрезать, проверять, шлифовать, чтобы, скажу говоря, заусенцев, можно сказать, не было. Да и все, по сути, пока что. Это вот первый день. Как впечатление, как ощущение? Да, вообще прикольно, нравится. Всех добрые, нормально все относятся, помогают, подсказывают. Мы пока что здесь находимся только два дня. Вот, а потом, насколько я знаю, потом мы сюда полностью передвинемся, и все будет нормально. И уже полностью окончательно мы будем здесь заканчивать. Если получится сварщик, то можно сварщиком будет, а так пока что с слесарем не против. Вообще прикольно, понравилось. Я выбрал эту специальность, потому что, в принципе, надо научиться что-то делать руками. Мне это пригодится вполне в жизни. Я отдален от этой специальности, я хочу еще программистом быть. Это как бы, это специальность, чтобы она была просто. Человек, который освоил у нас образовательное направление, получает рабочую профессию. Он не только имеет реальные практические навыки, но и также адаптирован к условиям рабочего места. То есть работа в команде и в целом понимая, что такое рабочее место на промышленном предприятии. Это слесарные навыки, различные виды металлообработки, изготовление деталей по чертежам, работа с технологическими картами производственных процессов. Кроме того, работа с станочным парком оборудования. В частности, ряд направлений у нас связан с ЧПУ, с численно программируемым управлением. И новыми станками. Кроме того, работник представляет из себя самостоятельную единицу, которая может, скажем так, под техпроцесс настроить рабочие операции. За два года существования нашего учебного центра более тысячи наших учеников повысили квалификацию и получили новую профессию. Кроме того, интересно отметить, что ряд наших выпускников приняли решение остаться в нашей команде и стать частью Книгситского машиностроительного завода. Вот он, учебный центр КМЗ в деле. 22 ученика, 4 площадки производства. Сварочный цех, слесарный, цех столков ЧПУ и вот этот цех заготовки модели деревянной оснастки. Наши ученики только в самом начале пути, но уже в следующей серии они будут выполнять сложные технические работы на ваших глазах. Так что смотрите вместе с нами, подписывайтесь на наш канал. Это МашНьюз, первый промышленный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова